Виноградник Когда-то написал для молодежного общения И тема такая, неисследимое богатство Христова Молодежь, дорогая молодежь, все мы хотим быть богатыми Ну, наверное, это и не грех, да, быть богатым И все мечтают что-то приобрести, чтобы достаток был в жизни Я так понимаю, сегодня время такое бедных в нашей среде, наверное, не существует Ну, таких сильно нуждающихся Я смотрю, обновляется автопарк Дома неплохие строятся у наших братьев Даже молодежь, прежде чем брачный вопрос решить Уже смотришь, домик себе там для будущей семьи уже готовят братья Ну, то есть жизнь такая у нас хорошая Но, друзья, вот мне хотелось бы, знаете, на что обратить внимание Внимание мое будет обращено на два текста Писания Чтобы мы вместе с вами могли немного поразмышлять Я не знаю даже, какой текст вначале прочитать Ну, наверное, 10 глава книги Притчей Притчей, 10 глава, 22 стих Благословение Господне, оно обогащает И печали с собою не приносит Я делился этими мыслями у себя в церкви И еще один текст я хотел бы прочитать к тому же А потом немного тему скажу И мы с вами порассуждаем И будет это как пожелание или маленькое назидание В первом послании Петра, первая глава Читаем такие слова С третьего стиха Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа По великой своей милости, возродившей нас Воскресением Иисуса Христа из мертвых К упованию живому, к наследству нетленному, чистому Неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас Силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению Готовому открыться в последнее время А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного Если нужно, от различных искушений Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего Хотя и огнем испытываемое золото К похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа Вот здесь апостол Петр направляет наши взоры на небо К нетленному сокровищу, богатству, вот по нашей теме Нетленное, чистое, неувидаемое, хранящееся на небесах для нас Я думаю, что если бы нам заглянуть вот на то Ну в тот банк небесный, или как его назвать, вот это хранилище Сколько там лежит для нас сокровища Вот если бы мы так могли посмотреть Наверное, мы бы удивились и сказали бы А за что это все? Нетленное, то есть никогда не исчезнет И, наверное, у нас бы было одно стремление Как бы вот в это, поскорее бы туда прийти И вот в этом сокровище пребывать Друзья, о небе там много в Библии написано, очень много Но здесь апостол Петр говорит Что силою Божию соблюдаемся мы ко спасению Готовым открыться в последнее время И об этом надо радоваться Но есть такая вот немножко, как бы вот штрешок Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений И тема моей проповеди будет Для чего христианину или верующему нужны скорби Молодежь дорогая, не обойдемся мы без скорбей Вот смотрите, у нас вроде бы хорошо нам было Но потом пришли болезни, пандемия, мировая такая Ну, мировое событие, такого не было никогда Но история не помнит такого события Мир весь заболел одной болезнью И немного все встрепенулись Стали люди умирать, тысячи, миллионы людей умерло Вот так вот быстро, за год, за полтора Исчезали и молодежь, и старые, и пожилые И даже верующие служители Друзья, и как-то вот, ну люди напугались сначала А потом, потом вроде бы воспряли Прошло немного времени Теперь вот это военные действия начинаются Друзья, и кто-то вот в этих скорбях Ну, по-разному себя ведет Я знаю, что некоторые Ну, от скорбей стали убегать Убегать далеко, в другие страны Чтобы как-то вот, ну, сохранить жизнь свою Нет, я не порицаю Я не хочу сказать, что это плохо Но, друзья, это дело совести человека Вот той совести, которую Господь очистил И мы ему, Богу, обещали в день крещения Добрую совесть Но мы видим, что немного поскорбеть придется И Господь вот как-то нас так ведет Чтобы мы больше могли оценить Вот это вот состояние богатства Унаследовали то, которое приготовил нас Господь И мы прочитали в книге притчей Благословение Господне, оно обогащает И печали с собой не приносит Мы все хотим, чтобы Бог нас благословил И я думаю, что в каждой молитве И сегодня не раз звучало И будет звучать это слово Господи, благослови Мне приходится много писать писем Но сегодня электронные возможности Они больше дают писать писем Люди обращаются с разными вопросами И я обычно всегда заканчиваю Да благословит тебя Господь Я раньше думал, что вот этим словом Мне надо бросаться Раньше так думал Но теперь, друзья, я понимаю, что мы к тому призваны Чтобы благословлять людей И даже неверующих Людям приятно, когда мы приходим куда-то И говорим «Мир вам!» Или говорим «Да благословит вас Господь!» И у неверующих людей, знаете, какой-то перемена взгляда Но зачастую они понимают, что им что-то особенное Вот дается особенное Но это просто слова, друзья Есть слово благословение – это благое слово Ну, хорошее слово, можно так сказать, доброе слово Но есть благословение, которое мы понимаем как богатство То есть благословение Господне, оно обогащает И печали с собой не приносит Но, друзья, у Бога вот заметно Свои методы обогащения Я когда в детстве был У нас дома всегда радио было Радио – это такой вот Может, вы уже и не помните Это проводное радио было То есть провод, розетка, туда как бы вилку включаешь И оно играет Вот это радио, там и песни Ну, в основном новости Разные новости Обычно, что у нас все хорошо У нас всего много Ну, то есть такое вот Из этого источника такое благословение Ну, и часто там, ну, наверное, как мне казалось, преувеличивали Ну, сколько там штук яиц, куры снесли Ну, там, в миллионах Сколько литров молока там надоели Сколько масла Тракторов выпустили Ну, и прочее Вот все много Миллионы, миллионы И кажется, какая богатая страна Ну, и там в этих новостях Вот часто, вот, наверное Горнообогатительный комбинат Там такой-то вот Столько-то сделал, выпустил И мне вот все время, вот, ну, что это за обогатительный комбинат Что это за обогащение Ну, и я потом, когда повзрослел Мне интересно было как-то вот эта вот информация Как это обогатительный Как обогащается вообще, ну, каменный уголь, допустим Или железная руда Мы с молодежью были в Железногорске Кто там был, там есть такой огромный карьер Где добывается железная руда Он такой глубокий, большой Там внизу ходят белазы Огромные машины Там железная дорога И в другом месте Вот породу вот этой вот руды Грузят в составы, в машины И потом везут в горнообогатительный комбинат И этот горнообогатительный комбинат Перемалывает вот эту вот руду в порошок И потом с помощью магнитов Извлекают железо, чтобы вот эти вот все камни там и другое Они оставались, ну, в другом месте А к магниту притягивалась содержащая железо порода Из этих вот, из этой породы уже делают такие шарички Акатыши называются, которые идут в производство Плавильные цеха и так далее Из них производится металл, которого сегодня очень много нужно для нужд хозяйства Друзья, и что делает вот этот горнообогатительный комбинат? Он просто с помощью вот этого размола, да Он делает содержание железа выше Ну, если, допустим, в руде, скажем, ну, условно 30% железа, да, феррума То в этих Акатышах уже 60% Ну, к примеру, я могу ошибаться То есть повышается процент содержания полезного металла В Слове Божьем написано, книга притчи, 17 глава Плавильня для серебра, горнила для золота Но Господь испытывает сердца Братья и сестры, молодежь, смотрите Чтобы процент золота выше был, да, вот проба Нужно плавильня Это своего рода обогащение, да, вот обогащение Чтобы серебро стало высшей пробы, нужно горнила Ну, или плавильня для серебра, горнила для золота Ну, примерно это одно и то же Я знаю, что обогащают много, друзья И каменные уголь, и железо, и даже уран Вот чтобы ядерную бомбу, атомную бомбу создать Нужен обогащенный уран Ну, это целая история Нужно много энергии сделать, вот обогатить этот уран Чтобы он стал, ну, таким вот Имел огромную силу Ну, я не хочу, чтобы там сестры или братья Такими бомбами стали, вот такими ядерными Лучше есть мир на использовании урана То есть атомные электростанции, которые очень много Дают энергии, которые мы пользуемся с вами Дешевой энергии Но, друзья, и уран обогащается То есть, чтобы повысить процент содержания нужного элемента Нужно, друзья, проводить такие серьезные процессы И наш Господь, у Него методика примерно такая Чтобы обогатить нас Чтобы получить вот эти благословения Чтобы мы были богатые с вами Вот это неследимое богатство Друзья, он тоже прибегает порой к этим методам Вот к таким методам, чтобы Ну, повысить в нас содержание Присутствие Бога Добрых дел Качеств Христа И для этого мы не секрет Господь допускает скорби Несколько примеров библейских Когда-то Бог скажет Аврааму 22 глава книги Бытие 17 стих я прочитаю То я, благословляя, благословлю тебя И умножая, умножу семя твое Как звезды небесные Как песок на берегу моря И овладеет семя твое Городами врагов твоих И благословятся в семени твоем Благословятся в семени твоем Все народы земли За то, что ты послушался Глаза моего Смотрите, Бог благословляет Авраама То есть он наделяет богатством Семя твое, потомки твои Будут как звезды на небе Их невозможно сосчитать Сколько звезд, друзья, мы сегодня слышали Это мириады, это миллиарды И никто никогда их не сосчитает Хотя у Бога Ни одна не выбывает Друзья, и вот Бог говорит Столько у тебя будет потомков Ну, хорошо богатство Вот у меня 21 внук И я иногда где-то еду Там в поезде Или где-то разговариваю Ну, и о семье спрашивают попутчики Я говорю А сколько у вас детей? Сколько внуков? Ну, детьми мне хвалиться особо не приходится Вот детей у меня немного Ну, а внуков, говорю, 21 Говорит, о, богатый дедушка какой Богатый То есть, друзья, Авраама Ну, что тут 21? Я знаю братьев, у кого 128 Там знаю внуков, там и больше Друзья, ну, вот это действительно богатство А у Авраама их как звезды на небе Дети Вот столько потомков у тебя будет Ты завладеешь городами врагов То есть, это будущее На престоле будут сидеть Царями будут потомки твои Ну, друзья Бог благословляя, благословил Умножая, говорит, умножим Ну, когда? Наверное, Авраам в Уре Халдейском находился С Сарой своей, да? Там шашлычок Там чаек, может, пили, да? И Бог ему говорит Авраам Вот я тебя благословляю, да? Да нет, друзья Авраам Аврааму нужно было уйти из Ура Халдейского Нужно было пойти в землю туда, не зная, куда идет И жить надо было в шатрах со своей семьей Ни в доме, ни в коттедже С Исааком, Иаковым Нужно было странствовать по земле Нужно было в войнах участвовать И нужно было сына своего, единственного Которого Бог дал в жертву принести И когда вот это состоялось Тогда прочитал я вот эти слова Я, говорит, благословляя, благословлю тебя То есть Авраам претерпел определенный путь скорби И тогда он что? Он унаследовал это благословение Он стал богатейшим человеком Братья и сестры Я еще читаю про одного праведника Вы, наверное, поймете, да Книга Иов, 42 глава, 12 стих Это уже последняя глава, последние стихи И благословил Бог последние дни Иова Более, нежели прежние У него было 14 тысяч мелкого скота 6 тысяч верблюдов, тысяча пар валов И тысяча ослиц И было у него семь сыновей и три дочери Ну и еще можно сказать Что Керенгопух Красивейшая была девушка Ну, не было таких женщин на всей земле После того Иов жил 140 лет Вот после того Друзья, вдвое умножил имущество, богатство Дал, обогатил, благословляя Благословение Господне Обогащает Возрадовался Иов Семья вернулась Бог благословил детьми Лучшими детьми, лучшими стадами И продлил годы жизни Но, друзья, мы знаем о терпении Иова И видели конец у Онова Мы понимаем, сколько претерпел Иова Почему-то Бог вот повел именно таким путем Чтобы обогатить этого праведника Иова Братья и сестры Ну, наверное, из Нового Завета Вот мы читаем за Иисуса Христа нашего Господа Это источник нашего богатства Вот этого неследимого богатства Христова Псалом 44-й, мы читаем так Восьмой стих Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие Посему помазал Тебя Божий, Бог Твой Елеем радости, более соучастников Твоих Это пророческий псалом об Иисусе Христе Псалом сынов Кореевых Возлюбил правду и возненавидел беззаконие Друзья, а что за это вообще получает человек? За правду Друзья, правда мало кому нравится Иисус Христос, друзья, это праведник Который больше всех пострадал Мы не можем проникнуться тайной страданий Христовых Но мы видим Его благословение Мы видим, друзья, Его победу Мы видим сегодня, что христианство вот это вот растет Растет, умножается Это, друзья, нужно было Христу вот так вот тоже пойти этим путем скорбей Вот иначе никак Чтобы унаследовать вот это великое благословение Это богатство, беспечальное, радостное Более соучастников своих Он был помазан елеем радости За то, что возлюбил правду и возненавидел беззаконие Друзья, сегодня беззаконие стучится в наши домы В церкви, в сердца Беззаконие Поступи по плоти Поступи так, как Зачем тебе страдать? Но, друзья, человек, который отвергает беззаконие Он становится изгой в этом мире Он людям не нравится Хотя, друзья, люди где-то внутри завидуют И это тоже своего рода путь скорбей И Христос этим путем прошел Но, друзья, он наследовал благословение Апостол Павел Это человек, который когда-то скажет Течение совершил, веру сохранил И теперь готовится мне венец правды Который даст мне Господь в день он и Братья и сестры Иов, Христос, Авраам Апостол Павел Этот же путь Вот он Его заметно Вот он рассказывает о себе Когда-то вот вынужден он был Вынудили, принудили ему говорить О том, что он имеет И он потом скажет О неком человеке, который 14 лет тому назад Это 12 глава 2 послания Коринфянам Со второго стиха Был восхищен до третьего неба Третий стих И знаю о таком человеке Только не знаю в теле Вне тела Бог знает Что он был восхищен в рай И слышал незреченные слова Которых человеку Нельзя пересказать Вряд ли еще кто-то был Вот восхищен туда на небо Ну чтобы Да, Иоанн потом Будет восхищен Но вот апостол Павел Друзья, вот этот человек Который гнал церковь Божию И вдруг он попадает туда Но Перед этим мы читаем Я гораздо более был в трудах Безмерно в ранах Более в темницах Многократно при смерти От Иудеев пять раз дано мне было По сорока ударов без одного Три раза меня били палками Однажды побивали камнями Три раза я терпел кораблекрушение Ночь и день Пробыл во глубине морской И много раз был в путешествиях В опасностях на реках В опасностях От разбойников В опасностях От единоплеменников В опасностях От язычников В опасностях В городе В опасностях В пустыне В опасностях На море В опасностях Между лжебратьями В труде В изнурении Часто в бдении В голоде И жажде Часто в посте На стуже И в ноготе Ну и дальше Друзья Кажется апостол Павел За что? Но, друзья, дальше мы видим, восхищен в рай, до третьего неба. Бог его так благословил, и он видит этот увенчанный, увенчает его Господь венец правды. Бог даст, он в этом уверен. Он видит это богатство, друзья, благословение, оно обогащает. Но вот метод обогащения, почему тот у Бога такой? Знаете, для чего? Чтобы, друзья, содержание улучшить. Вот наше содержание, оно бывает, знаете, такое вот, ну, хорошо, если 50 на 50, да? И Господь порой помещает нас вот в эти вот обстоятельства, чтобы, ну, хотя бы там повысить содержание вот этого нужного христианского характера. Светом, чтобы быть, солью, чтобы быть. И оно, и от этого, друзья, ну, немного мы страдаем. Но я так хочу вас призвать, чтобы вы не боялись этих скорбей, которые, может быть, завтра грядут на нас. Этого блага. Только я один знаю намерения, которые имею о вас. Говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. В одной семье моего друга, ну, и это не первый случай, много случаев, родился Даун, мальчик. Он вообще 15-й в семье. Ну, и были большие переживания. Еще в утробе уже обнаружилось, что мальчик будет инвалид. Даун. Ну, и брат звонит мне, переживаем, молимся. Он говорит, молитесь. Подключаем круг друзей. Они в переживании. И, друзья, мальчик этот родился. И родился действительно Даун. А у меня уже опыт такой был, когда, когда-то одна мамочка охотела от больного ребенка, вернее, она плакала. Говорит, почему Бог мне дал такого ребенка? Вот рядом отказник лежит. Ну, это там в роддоме, в больнице. Показывает, не отказник здоровый. Отказник это, от которого мама отказалась. А мы семья христианская. Почему у нас такой ребенок родился? А я смотрю, говорю, слушай, он у вас такой красивый. Это, говорю, ваше благословение. Проходит несколько лет, может, два-три, был в этой семье. И мне все говорят, дядя Коля, говорит, вот этот мальчик, говорит, это такое благословение для нас. Они уже говорят. Вот эти слезы были, переживания, трудности. А у того брата, друзья, он мне недавно, ну, прислал фотографии. И он, говорит, просто вся семья души не чает в этом дауне мальчики. Это, говорит, такое благословение для нас. Нас, говорит, Бог обогатил этим. Я уверен, что никто не хочет этого из нас. Никто. Братья и сестры, и кажется, почему Бог так допускает, друзья? У Бога есть премудрый план для нас каждого, чтобы обогатить, чтобы содержание повысить, чтобы мы Бога благодарили за то, что Он делает с нами и ведет этим путем скорбей. Мы раньше, знаете, этим жили. И песни были большего вот этого содержания. Сегодня больше благословения там и прочее. Но раньше как-то вот о скорбях, о страданиях, проповеди. И вы знаете, мы с общения ехали прямо, ну, хотелось в тюрьму признаться. Ну, попасть тут за христианством, чтобы там вот испытать эту радость. Друзья, было так. Я думаю, что Бог допускает. Он знает, сколько нам отмерить каждому. Он же не будет нас, ну, сильно ломать. Да, но я хочу вас призвать к тому, чтобы не боялись скорбей. Это наша стихия, это наш путь. И да благословит Господь, потому что вот таким методом Бог обогащает это благословение Господне. И печали не приносит. Да благословит вас Господь благословением Господним. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok